Всех приветствую на моем канале. Компания Hyundai представила полностью новое поколение своего популярного седана C-класса Hyundai Elantra. Новая Elantra получила полностью новый дизайн, не имеющий ничего общего со своим предшественником. Сама компания Hyundai называет новый стиль своих автомобилей чувственная спортивность. Несмотря на то, что Elantra осталась седаном, теперь она приобрела черты так называемого четырехдверного купе. Силуэтом автомобиль похож на такие модели, как Audi A5 и A7, а сзади его можно принять за лифтбэк. Передняя часть новой Elantra позаимствовала многое у последней Sonata, при этом в целом получившись более удачной. У нее нет того унылого выражения передка, что многим не понравился у Sonata. Автомобиль получил полностью светодиодную оптику, а решетка радиатора стала зубастой. В некотором смысле это возвращение к корням. Зубастыми решетками радиатора отличались корейские автомобили конца 90-х, начала 2000-х. Причем тогда это считалось откровенно неудачным дизайнерским решением. Сейчас же, видимо, по мнению Hyundai, у покупателей отношение к этому решению изменилось. Сбоку новую Elantra отличают его штамповки сложной формы. Сдвинутый назад салон и сильно заваленное заднее стекло, плавно переходящее в крышку багажника. Задние фонари стали уже, чем у рестайлинга предыдущего поколения и теперь соединены между собой светодиодной планкой. Изменились габаритные размеры Elantra. Седан стал длиннее на 30 мм, шире на 25 мм и на 20 мм ниже. Автомобиль может оснащаться колесными дисками диаметром от 15 до 17 дюймов. Салон новой Elantra изменился до неузнаваемости. По общей архитектуре он напоминает последние изделия концерна Volkswagen. При этом машина в базовых комплектациях будет смотреться куда проще, чем у дорогих. Самые простые версии Elantra будут оснащаться щитком приборов с аналоговым спидометром и 8-дюймовым экраном мультимедийной системы, сохранившим механические переключатели. Ниже расположен простецкий блок управления печкой и кондиционером. Дорогие версии выглядят куда интереснее. У них полностью настраиваемая цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма. Такой же диагональю обладает экран мультимедийной системы, на этот раз уже лишенный механических переключателей. При этом оба экрана, как приборного щитка, так и мультимедийной системы, упрятаны под общее стекло с целью создать единую дизайнерскую композицию. Вот такой салон выглядит действительно привлекательно. Обе версии мультимедийной системы поддерживают работу сервисов Apple CarPlay и Android Auto. При этом ниже все же сохранены аналоговые клавиши и крутилки управления аудиосистемой и климат-контролем. Последнее позволит не отвлекаться от дороги, пытаясь управлять этими функциями через сенсорный экран. Сохранен и традиционный рычаг выбора режимов коробки передач. Несмотря на то, что в последнее время производители отказываются от подобного решения, хотя оно очевидно удобное. Руль Elantra достался от новой Sonata. Как по мне, он является слишком вычурным. Elantra для североамериканского рынка уже в базовой комплектации будет оснащаться системой автоматического торможения и слежения за разметкой. Среди опций будет доступно голосовое управление аудиосистемой и микроклиматом, 64-цветная подсветка салона, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема BASE и функция Digital Key, которая позволяет использовать для отпирания машины и запуска двигателя смартфон с установленным специальным приложением. Автомобиль будет оснащаться передней независимой подвеской McPherson и задней скручивающейся балкой. Для рынка Кореи на начальном этапе компания Hyundai предложит два двигателя объемом 1,6 литра. Первый работающий на бензине из семейства SmartStream, выдающий 123 л.с., а также его газовая версия, выдающая 120 л.с. В США основным двигателем Elantra станет двухлитровый мотор мощностью 149 л.с., работающий по экономичному циклу Atkinson. Все моторы будут сочетаться с беступенчатым вариатором. В дальнейшем ожидается появление гибридной модификации. У нее бензиновый мотор 1,6 литра с непосредственным спрыском топлива сочетается с шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, в который встроен электромотор мощностью 43,5 л.с. Пиковая дача с такой силовой установки составляет 141 л.с. и 264 Нм крутящего момента. При этом у такой гибридной модификации не предусмотрена возможность зарядки от розетки, а емкость аккумулятора крайне скромная, поэтому на большой пробег на электротяге рассчитывать не приходится. Что интересно, каком этот самый пробег компания Hyundai не указывает. Особенностью гибридной модификации станет наличие задней независимой подвески. В дальнейшем возможно появление заряженной версии мощностью около 300 л.с. Она должна получить двигатель от хэтчбека i30N. На рынке Северной Америки новая Elantra начнет продаваться осенью этого года. В России появление данной машины под вопросом. Текущая Elantra уступала своим конкурентам как соплатформенному Cerato, так и Skoda Octavia. С другой стороны, новая модель может занять свою нишу благодаря спортивному имиджу. В случае, если новая Hyundai Elantra у нас все-таки появится, ее крупная узловая сборка будет налажена на заводе в Калининграде. При этом по моторной и трансмиссионной гамме она будет унифицирована с Cerato. На данный момент это вся информация о новом автомобиле. Прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк, а также подписавшись на мой канал и нажав на колокольчик. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока!